Старт рекординг, бля, сотка есть, всё есть, поехали. Запись пошла. Кто вы, что вам надо? Мы ищем дому по имени Макинташ. Присылу Макинташ. Роулингс. Я Присылу Роулингс. Вы? Да. Вы не представляете, как мы рады вас видеть. Понимаете, мы хотим пару вопросов задать о вашем бывшем, но знаменитом докторе Роулингсе. Вы единственная, кто сможет ответить на наши вопросы. Кто вы? Меня зовут Майкл Болден Брэдфорд III, миссис Роулингс. Брат Брайана Брэдфорда. О май гад. Она немного опаздывает, Лайнел. Четыре часа, охуенно немного, да, бля? Это Августа. Августа? Даже для Августа четыре часа это уже перебор. Я начинаю волноваться. Я говорю, ну слушай, Лайнел, должна быть причина у нее веская, может быть что-то там... Я проверил, все, заебись. Может быть она поехала домой, чтобы переодеться? Я звонил, никто не ответил. Может быть она в душе? Четыре часа? Я знаю, тебе будет неприятно это услышать, а если она... ...передумала или забыла... Ты не понимаешь, Зюлия. Сегодня должен был быть особенный денечек. Она поклялась, что как только выйдет из самолета, помчится прямо сюда. Но я собирался... Сегодня я собирался сделать ей предложение во второй раз. Она знала? Я думаю, она догадывалась, что произойдет это. По крайней мере, я оставил достаточно подсказок. А что, если она испугалась? Не-не, она хочет быть со мной, а я хочу быть с ней. Ты прав. Я согласна, теперь я волнуюсь. Куда она пропала? Я не знаю. Вас спросит телефон, мистер Локридж. Да, это должно быть Августа. А уверена, у нее интересное оправдание для тебя. Принести телефон? Не-не-не, я сам скажу, отвечу, да. Подожду, я с тобой. Джюлия, послушай. Я занят. Знаю, но когда у тебя будет время, я хочу поговорить с тобой насчет дела с Антаной. Может быть я могу помочь с чем-то? Я буду рада поговорить, я сообщу, похоже. Августа, ты где? Слушайте меня внимательно, мистер Локридж. Я не буду повторять. У нас ваша жена, она останется с нами, пока вы нам не заплатите. Я позову доктора. Нет, нет. Слушай, надо, я не хочу никого встречать сейчас. Я не хочу, чтобы кто-то видел меня такой. Доктор, поможет тебе? Мама, где моя сумка? Она тут? Нет, она в хранилище. Зачем там мои таблетки от аллергии? Ты можешь их принести? Нет, Антана, ты не можешь ничего принимать больше, кроме того, что прописал доктор. Дай мне воды. Вот сейчас, да, сейчас налью. Сейчас вернусь. Что ты тут делаешь, Сиси? Я приехал навестить Сантану. Зря ехал, я тебя не пощупню. Розочка. Слушай, ну я и не надо, я не позволю вам воспользоваться ее слабостью, чтобы отобрать родительские права на Брэндона. Я не хочу чем-то воспользоваться, а защитить Брэндона. Ему не нужна защита от собственной матери. Роза, если Сантана не отдаст право добровольно, я отберу через суд это. Ты меня знаешь хорошо и понимаешь, что я не бросаю слов на ветер. Слушай ты. Неужели ты хочешь, чтобы на ней от па осталось еще клеймо негодной матери? Роза, подожди. Не надо, не надо. Разве ты не видишь? Я знаю, что делаю ей больно. Сейчас я могу думать только о Брэндоне, он главный. Он даже не Кэпфол, блядь. У него есть бабка и дед. Эти, как его, Виллисы или Воллесы? Эти Воллесы. Дверь была открыта. Счера ты уехала, я подумал, что тебя не скоро увижу. Ты в порядке? Да. Я просто устала. Я как бы... Что ты там? Я о тебе думала. О нас. Я вернулась, потому что хотела тебя встретить. Вчера вечером ты хотел мне что-то сказать. Я хотела бы узнать что. Я думал, что я все сказал. Может быть, ты не хотела слушать? Теперь хочу. Орайд. Иден, я не знаю, что будет между мной и Сантаной после того, как она выберется из этой истории. Но на данный момент мне нужно было сделать выбор. И я сделал его, как считал, правильно. Еще не поздно. Сделать другой? О моем решении расстаться с ней? Да. Сейчас я нужен ей больше, чем когда-либо. Я не верю. Я думаю, что я не нужен сейчас. Ты же не сможешь дать ей то, чего бы ей хотелось. Я ухожу. Да подожди, куда ты, бля? Я еду на пляж Харбор Оук. Остаток дня проведу там. Ты хочешь, чтобы я туда приехал? Я понимаю, тебе трудно принять тот факт, что ты свободен. И можешь сам решать, где твое счастье. Ты не должен чувствовать себя виноватым, бля. Чувство вины – это хуйня ебаная. Привет. Да, привет. Я увидел ту машину там. Привет, Ник. Иден? Привет. Когда он собирался перезвонить? Он не сказал. Просто велел мне никуда не уходить. Тогда, наверное, скоро. Надеюсь. Я хочу, чтобы ты в точности рассказал, что он тебе сказал. Джулия, я тебе уже всё сказал. Нет, я хочу точно узнать его слова. Какой-то ёбнутый, блядь, позвонил и сказал, что он… У неё моя жена… Какая разница, блядь, какие у него слова нахрен, блядь. Они держат Августу, им нужны деньги, иначе они её не отпустят. Вот и всё, блядь. Если ты что-то от меня скрываешь, пойми, ты не должен этого делать. Да нет, Женя. А если так, почему ты не сообщил в полицию? Потому что мне кажется, что нам нужно время на принятие решений. Мы даже не знаем, наверняка у них ли она… Она исчезла, этого недостаточно, чтобы в полицию пойти? Жулия, предупреждаю. Какие-то действия только плохо могут сделать. Не могу обещать. Слушай, если ты будешь что-то скрывать от меня, то… Тот, кто звонил, особо предупреждал, чтобы мы не сообщали в полицию, понятно? Ты должен был мне сказать… Жулия… Я имею право сдать. Он сказал, если я позвоню в полицию, Августу отпиздец будет о ей. Извини меня, Жулия. Ты не должен был скрывать… Слушай, ну понимаешь… Прошу прощения, Жулия, я хочу поговорить с тобой с Антони. Не сейчас, Сиси. Почему? Есть какие-то проблемы? Опять опаздывает чек? Лайна Локридж. Он что, теперь тут устроил офис? Уходи, плиз. Ты так же груба, как твоя сестра вчера вечером. Должно быть, это генетически. О, Сиси, подожди. Что тебе надо? Ты говоришь, что видел вчера мою сестру видел? Да, где? Здесь. Здесь. Ты уверен? Да, я уверен. А что? Нет, ничего. Вы не понимаете, блядь. Ну мы совсем что ли ебанулись, ёбта, блядь. Ну как же так, нахрен? Вы же знали Брайана, не так ли? Он когда-нибудь говорил обо мне, ну о Майкле, о своём брате. Послушайте, мы не должны нас бояться, мы не хотим ничего плохого. Мы только хотим поговорить, мэм. Ну хорошо, это Кэлли Перкинс, бывшая пациентка вашего бывшего мужа. Ну и как бы, в общем-то я тоже, только разница в том, что я как бы отправился сюда присмотреть за ней в ту больницу, и как бы, это казалось, что Роунглингс отвечал за лечение моего брата. Я перепугался, узнав, что он лечит Келли, ёбтись, блядь, и я был прав. Там происходит какая-то хуйня. Ну короче говоря, мы съебались оттуда, блядь, и... Но перед этим я сумел растолковаться с одним из пациентов, который сообщил, что есть некто Макинтаж, от которого я смогу узнать кое-что о моём брате Брайане, ёбтись. Доктор Роунгс, это пиздец какой-то, я ничего, поверьте, остаться там пиздец был бы. Мы сюда приехали, чтобы найти вас, нам нужна ваша помощь. Ну же, я знаю, что вам было нелегко, ну понятно всё. Вы жили с ним, вы были за ним замужем, день за днём вы видели его в больнице. Дело в том, доктор Роунгс изымал некоторые письма Брайана ко мне, но я сумел прочесть другие. Это прекрасные письма, я просто охуел от них, это они охуелные счастливые письма. Но мы, как бы, мы узнали, что Брайан только откинулся, и мы его, как бы, вот так. Понимаете, если вы знали его, вы должны чувствовать, какая-то для нас была, как бы, неприятность. Наверняка вы соприкоснулись с этой неприятностью особенно. Так было со всеми. Брайан, поймите, ради Брайана, скажите, что там Брайан замышлял, что за хуйня происходит вообще, блядь? Извините, я не смогу вам помочь. Не сможете? Это невозможно, мистер Брайдфорд. Ну, слушайте, я пойду. Я не буду закрывать дверь. Вы можете потихоньку исчезнуть. Нет, нет, мы никуда не пойдем, нам надо все знать, ебтись. Вы должны нам все рассказать, блин. Мы найдем другой способ. Но вы не выйдете отсюда, пока не скажете все, что вы знаете о его брате. Перл? Да, теперь меня зовут так. Я ничего не знаю. Нет, знаете, я видела ваш взгляд, когда вы услышали его имя. Вы не можете отрицать, что он что-то для вас значил. Ну, ладно, я не буду этого отрицать. Вы даже не представляете, как много он для меня значил. Память о нем преследует меня все эти годы. Не проходит и дня, чтобы я не думала о нем. Я понимаю. Какие у вас были отношения? Я... Заткнись, маг. Ты и так до хрена сказала. Кажется, я не вовремя, я потом зайду, а? Да не-не-не, я как раз съебывала. Ты знаешь, где мне найти? Мне стоит довериться моему первому порыву идти. Почему? Я думаю, тебе не понравится, что я скажу. А с Антани? Я виделся с ней вчера. Тогда рассказывай. Круз. Она в депрессухе сейчас, мне стало не по себе. Это меня напугало. Она не должна оставаться одна, ты собираешься ее навестить? Она не хочет, чтобы я к ней подходил. Я уверен, она тебе сказала, Ника. Да-да. Она также обвинила меня в том, что я шпионю, как бы, и ты попросил. То, что трахаешься с Идентой, это неправда. Я так ей и сказал. Но она тебе не поверила. Она была права. Мне не стоило на ней жениться. Круз. Ты сделал это, чтобы помочь ей вернуть сына? Да. Это официальная версия. Благородное самопожертвование. Ты знаешь, в чем проблема этой игры, Ник? Я также знаю правила этой игры. Ты говоришь мне, что это неправда? Я заботился о своих интересах так же, как об интересах Сантаны и Брэндона. Когда Идент вышел за керкой, я был пиздец, депрессухий, я не знал, что делать, бля. У Сантаны была проблема. Она предлагала мне семью, спокойствие. Она была моим хорошим другом. Я всегда заботился о Брэндоне. Все звучало слишком охуенно, чтобы быть правдой. Так и было. Почти сразу наш брак начал распадаться. Если ты так хотел жить счастливо в семье, почему ты не постарался все исправить? Может быть, на самом деле я этого не хотел? Я больше ни в чем не уверен. Ты не можешь изменить прошлое, брат. Тебе нужно найти новый путь, братуха. О чем ты говоришь? Тебе нужно серьезно задуматься над тем, как ты пойдешь по жизни дальше. Такое ощущение, что мы единственные люди Санта-Барбаре, кто ее не видел. Не хочу даже думать. Брик, Эмми, София и Минкс. Они все видели ее с тех пор, как она приехала из отпуска. Они все видели ее вчера, но никто после. Она не вернулась в свою квартиру. Я была там до утра, ебт. Что стало с ее багажом? Я не понимаю нахрен, ни хрена, блядь. Она сказала, что позвонит, как только сядет сюда, на самолете уже приедет. Ну почему она не позвонила? Может быть, она хотела выспаться перед встречей с тобой, но не добрались до нее раньше? Вам письмо, мистер Локридж. Спасибо. Что там написано? Подготовьте два лимона без пометок, чтобы... Или следующая посылка пиздец придет, блядь. Это обручальное кольцо, Августы. Это Сеси подослалась, чтобы меня уговорить. Нет, это не так. Я пришла извиниться. Он не должен был так с тобой говорить. Так Сеси обращается с людьми, кто встает на его пути. Я уже давно была уйти из этого дома. Не говори так. Это правда. Я не могла оставить детей. Мы все будем страшно скучать. Пусть приходит ко мне. Обратно я не вернусь. Розочка, я знаю, что ты чувствуешь. Но мы же сможем что-нибудь придумать, ёпта, и помочь друг другу, блядь. Нет, не можем, пока Сеси угрожает нам, пытаясь отобрать все у Сантаны. Ведь ты с ним согласна, София. Ты тоже считаешь, что моя дочь негодная мамаша, блядь. Честное слово, я не знаю, что и думать. У Сантаны были определенные трудности в последнее время. Ты это знаешь не хуже, чем я. Она все чаще приводила сюда Брэндона, поздно забирала. Что-то происходило еще задолго этого эксцидента. Винни в этом Сеси. Если бы он не заставил ее выйти замуж, чтобы вернуть сына, ничего бы не случилось бы. Теперь он хочет ее наказать. Это его месть за то, что случилось с Иден. Розочка, ты же должна понимать, что Иден могла откинуться. Я знаю. Я все время думаю об этом. Я себя хуево чувствую из-за этого. Разве ты не понимаешь, что я люблю Иден как родную дочь, блядь. Да, я знаю. Ты всегда любил моих детей. Я никогда не перестану тебе благодарной быть. Поможешь-то, София, блядь. Ты же... София, ну ты же не веришь, что Сантана намерена сбила Иден. Нет. Но ты должна понять, что Сантану будут судить. Ей, возможно, предстоит развод. Вряд ли она сумеет при этом заботиться о Брэндоне должным образом. Я могу о нем заботиться. Я его бабка. И он любит тебя. Но он не воспринимает. Он считает Си-Си своим отцом. Если он вернется к нам, то ощутит это возвращение домой. У него будет своя комната, своя школа, короче. Для Брэндона эта перемена охуенная будет. Сейчас ребенку нужна стабильность. Именно мы с Си-Си можем это дать. Розочка? Я хочу, чтобы ты об этом подумала, Розуля. Вот и все, что я хочу. Подумай, что лучше для Брэндона, Розули. Его интересы прежде всего... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, умники, блядь? Кто из вас может догадаться, каким образом я вас нашёл? Причём так легко и быстро, блядь. Что? Никто? Никакого ответа, даже предпосылок, блин? Ну что ж, я могу вам рассказать. В этом конкретном деле он мне уже не понадобится. Конечно же, это был Оуэн. О нет. Только не он, не он. Ну подумайте, мистер Брэдфорд. Кто же ещё мог это сделать? Ваш поверенный в вас и предавал всю дорогу, блин. Но он на вас всех подставил, блядь. Нельзя доверять сумасшедшему. Единственное сумасшедшее, это ты здесь, блядь. Что, запугали его нахрен? Совсем нет. Я соблазнил его обещанием свободы, вот и всё. И он вам поверил. Я всерьёз намерен выполнить свои обещания. Да уж, конечно. Кэлли, я могу и тебе гарантировать свободу, если ты будешь со мной сотрудничать. Вы мне больше не нужны. Я точно знаю, что со мной случилось. Я всё знаю. Ты знаешь лишь то, что высказал тебе мистер Брэдфорд. Нет, я вспомнил эту ночь. Вспомнил, как вилла надкинулся. Я знаю, в этом не было моей вины. А кто же виноват? Кто-то другой вытолкнул его из окна? Нет, но это была самооборона. Тихо, тихо. Не разговаривай с ним. Ладно, блин. Нет доказательств того, что твоей жизни угрожала опасность. Полиция не нашла никаких улик. Присяжные будут ли решать, можно ли оправдать твои действия. И теперь для тебя лучше защита утверждать, что ты не отвечала за свои действия. В тот момент, потому что уже страдала от той болезни, которая привела тебя в мою больницу. И только я могу это подтвердить. Ты рискуешь попасть в тюрьму? Я рискну. Вряд ли там намного хуже больницы вашей. Ты всерьёз считаешь, что готова пристать перед судом? Да, потому что я не верю, что мне признают виновный. Я расскажу всё и надеюсь на лучшее. Я выложу всё о том, что случилось, включая пребывание в вашем госпитале. Пожалуйста, не заводись. Он очень опасен. Ну что ж, Кэлли, с твоей стороны очень любезно меня заранее предупредить, но не очень умно. На этот раз я тебе советую послушать совет своего друга. Может быть, вы стоите. Слушай, знаешь, если я верил тебе, падла, блять, ты не выёбывайся нахрен. Кэлли нормально всё разговаривает, блять. У вас нет никаких шансов, мистер Брэдфорд. Вы вмешались в мою жизнь и работу. И это причинило мне массу неприятностей. С этим нужно покончить здесь и сейчас. Быстренько. А о чём вы говорите? Он говорит, что сейчас замочит меня. Так что вы собираетесь сделать? Воспользоваться дозой какой-то, чтобы мне ввести, да? Нет, Перл, он тебя не тронет. Вам придётся избавиться от нас обоих. На это у меня нет времени. В общем, я закрываю это дело. Как и с моим братом, верно? Ваше вмешательство не могло его вернуть. Вы только, как бы, продвижение по его пути вместе с Кэлли ускорили только. Пожалуйста, доктор, выполните мою последнюю просьбу. Вы ничего не потеряете, ведь я отсюда не выйду уже. А, ну, давай последнюю просьбу. Расскажи правду о моём брате, ёпта, мужик, ёпта. Он для меня очень близкий человек, ёпта, а ну, рассказывай, блядь. Нет, по-моему, не стоит этого делать. Сохраним эту тему на нашем встрече в будущем. Сантано так будет лучше и для тебя, и для Брэмдена, ёпта, блядь. Давай подписывай бумагу. Чего от меня хотите, блядь? Это угроза, нахуй? Вы хотите заставить меня подписать эту хуйню, блядь? Вы уёбки хуевы, блядь. Слушай, газета из газеты. Ладно, давай подписывай нахрен, блядь. Короче, я только о Брэмда не думаю, на остальное у меня похуй, блядь. Ты понимаешь, это ёбаный пень, блядь. Ладно. Знаешь, чего род меня хочет? Он хочет, чтобы я отказалась от своего сына. Это... Это... Это точности как 7 лет назад, когда в больнице он заставил меня письменно отказаться от ребёнка. Он снова пытается это сделать. Блядь, я не хотел тебя обидеть. Я не подпишу эту сраную бумагу. Меня, мать, не трогай, блядь. Скажи этому... Поганому... Двалбоёбу, блядь. Мы не позволим ему снова сделать это. Мы будем бороться. С чем дело, мать, ты чё, охуела, блядь? Почему молчишь, блядь? Я думаю, дорогая, что тебе нужно очень серьёзно обдумать, прежде чем принять эмоциональное решение. Тут не о чем думать, блядь. Сейчас надо подписать бумагу всё-таки. Я не буду подписывать, мне это заебало уже, блядь. Тебе нужно собрать сил и действовать разумно, дорогая. Для Брэндона будет лучше, если он будет вместо Сиси. Пойми, блядь, он... Ты сравниваешь... Что, ты охуела? Не-не-не-не-не. Слушай, ёпта, блядь. Твоя мать говорит о том, что Брэндону нужно безопасно и спокойно на место. Я могу этому дать? Как? Скажи, как ты можешь это сделать? Прямо мимо твоих проблем с законом, твой брак на грани развода. Ты хочешь, чтобы у меня ничего не было, да? Не делай этого, Сиси. Не отбирай его у меня. Ты пообещал, что больше никогда его не отберёшь. Я не знал, что ты способна довести себя до такого состояния. Я уже всё решил, Сантана. Если ты откажешься подписывать об усыновлении бумаги, нам придётся делать через суд. И ты проиграешь это дело. Мама! Хелп ми! Он сделает твою жизнь невыносимой, если ты не может подписчешь. Это не причина сдаваться, блядь. Нет. Благолупа улучшая бренда на это причина. Как ты могла меня предать? Я тебя не предавал, ты такая, как все куры, блядь. Я подпишу давай бумагу, блядь. Как я тебя ненавижу, подонок. Мать, ты тоже меня бесишь, курва, блядь. Я не забуду это, суки. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Она вообще пиздец, она готова помогать во всем Как и всегда Я велела быть ей на готове, сказала, что мы с ней свяжемся Я договорюсь о том, чтобы через ее адвоката добраться до денег августа Это почти миллион баксов Миллион? Я должен был проследить, чтобы она побольше денег получила от Сиси за картины Скорее всего, лимон, это только половина Но я думаю, сколько денег я потратил за свою жизнь Ты хочешь сказать, что ты мне достал остальных денег? Я говорил со всеми, кто мне должен, включая тех, кто должен мне порядочной суммы Ни один из них не выручил меня Должен признать, что некоторые из них отговорились поразительно оригинально и изобретательно Этого них нет, не имеешь, блядь А как насчет банков? Имя Локридж уже не имеет прежней силы Мне кажется, я с таким же успехом мог бы назваться каким-нибудь Даном Смитом Ну, слушай, ну ёб Даже не верят, что в такой ситуации сейчас, блядь Я никогда не думал ведь о деньгах И когда я все потерял, то для меня это было неудобством, но не трагедией Но теперь Теперь я бы отдал что угодно Только чтобы вернуть часть того, что я всю жизнь считал чем-то обычным И к чему привык Надо что-то придумать У меня есть идея Я подумал, тебе не понравилось, что я так жестко обошелся с Сантаной Вот конец, я тебе помогла, я поговорила с Розулечкой Мне так жаль Сантану Знаешь что? Мы ее знали всю ее жизнь Мне кажется, мы не знали ее по-настоящему Мы не можем осуждать ее, у нас нет никаких фактов Я знаю, знаю Что? Мы с ней похожи Она потеряла все и так внезапно Я знаю, что это такое Перестань Это старинная история Надо учиться на ошибках истории Мы так и сделаем И отыграли все потерянное, даже больше Не летели нам отсюда Ты сошла с ума, Джулия Я не могу, я не сделал этого Слушай, ну пойми, надо, что есть у Си-Си Ну подожди, есть другие места Назови хоть одно Всегда есть Ведь есть Джозеф Джейсон Одна из самых богатых женщин Которых я знаю Она обожает археологию И все такое Звони ей Уже звонил Она вернется на следующей неделе из Сафари Сейчас все дело по времени Надо человека нам найти Джулия Попытайся меня понять Я за густу все что угодно отдам Но я не могу приползти к Си-Си за помощью Ёпта, блять Ну пойми же это, блять Ладно, отлично Тогда это сделаю я, нахрен Джулия, нет У нас нет выбора Больше никаких идей у меня нет Я могу пойти к расставщику Отличная альтернатива Я предпочитаю Си-Си Во всяком случае Он тебе плохо не сделает Если задержишь приплату О, нет Не думай, что Си-Си такой неженка, блять Ты идешь со мной, ёпта, блять Ммм, дааааа Аааа, заебись, Идан Ааа, да, Крус Я кайфую Мужик-самец Идан Ааа, еее Ммм Нам поможет только чудо Или динамитная шашка Перл, ты когда-нибудь молишься? Что? Не, я давно не молился Ни разу с... Ни разу с тех пор, как мой брат откинулся Ты утратил веру? Да, веру в себя Я никого другого не винил, пока не встретил доктора Роулинкса Я молилась Помолишься за меня? Уже Неужели? Да Спасибо Ожидание, это ужасно Лучше, чем альтернатива Что он с нами сделает? Он замочит нас, а потом вернется в Юнайтед Стэйс? Я надеюсь, он оставит нас здесь По крайней мере, у нас будет еще один шанс Я не против такого варианта Но, Перл, если все будет по-другому Я хочу, чтобы такое что знал Ну ладно Только не говори мне ничего, о чем бы ты пожалела, если бы мы выбрались отсюда У меня был дядя, который на смертном одре признался во всем своей жене, а потом он поправился Это был пипец Перл, я серьезно Я слушаю Я хотела сказать спасибо за то, что помог А, слушай, если выбирать между этой комнатой в больнице, я бы выбрал эту комнату Небогатый выбор, не так ли? Что бы ни случилось, я тебе благодарна Я благодарен тебе, Кэлли, тоже Так верить человеку, который хочет тебе помочь Я сомневался, что вообще смогу когда-либо кому-нибудь помочь Знаешь, ты мой самый лучший френд Окей, наверное, сейчас самое подходящее время, чтобы кое-что тебе сказать тоже Помнишь, о чем мы говорили на днях? Что хоть мы просто друзья, мы можем любить друг друга? Да Я хочу сказать, что я чувствую... Ничего не говорите Тихо, вы не представляете, как сильно я рискую, находясь здесь Я оставила своего ребенка Я так хотела создать хорошую семью, любить их Я знаю, что ты хотела И знаю, каково бывает, когда не получается Ты знаешь, правда Ты Кэлли расстался И своего брата тоже Ты знаешь, что такое одиночество Но ты не одинок Нет, я одна Но ведь столько людей хочет с тобой быть оптой Все твоя семья, отец, мать Только не мать Что? Она меня подставила Может быть Разве... Она это сделала Курс, если заставила эту курву Они оба запугивали меня У меня не было сил бороться с ними Но у меня еще будут силы, Сантана Ты только послушай Я знаю, что сейчас все тебе видится в черном свете Но твоя мать никогда... Нет, не говори мне о курве этой Я ее никогда не прощу, блять Это неправда Нет, правда, блять Люди, которые больше всего доверяют Больше всего на меня обманывают Я доверяла Крузу Круз еще беспокоится тебе охуенно Нет, он был бы счастлив Когда мы расстанемся, блять Он, наверное, хотел бы, чтобы я вообще пиздец мне был Не-не, ему так же больно, как и тебе Он хотел бы быть рядом с тобой Слушай, ничего он сможет для меня сделать Блять, Сантан, он будет через минуту здесь Стоит тебе попросить Я не хочу Позволь, я попрошу Нет, я не хочу здесь, чтобы он был, блять Не хочу Я не верю Тебе нужно сейчас поговорить Тебе нужно повидать Круза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня нет выбора, да? Когда ты начинаешь со слов Я хочу рассказать тебе о женщине Которая была просто неотразима Я не хочу слушать конец этой истории Ты захочешь, когда я расскажу В чем проявлялась ее неотразимость? В чем? В твоей улыбке В моей улыбке Тебя охуенная улыбка, блять Ты охуенная баба, блять София, блять Вообще супер Я кайфую А тебя баба, ты моя, блять Но до этого ты как бы обыкновенная была С которой меня познакомили на обычной вечеринке После этого Для меня ты была супер баба Я вообще с тобой кайфовать хотел Я анекдоты тебе рассказывал Только бы Она рассмеялась, блять Или улыбнулась Ты просто охуенная баба, блять И что случилось с ней потом? Она стала еще охуеннее Ебаный пень, блять Потому что она стала суперски Блять, вот она Вот улыбка, блять Очаровашка ты моя, блять Надеюсь, я тебе не напоминаю кого-то еще? Ты мне напоминаешь только себя, баба, блять Поверь мне Я нашел тебя И я хочу тебя Не звоните в дверь Пошли, да, блять Роза не забыла Нет, нет Не открывай эту ебаную дверь Давай вместе Не, ну ладно Я открою, извини Прошу прощения Кто нахуй? Че? Извини Я думал никого нет дома Какого хуя приперся, блять? Да не важно Все равно я занят Меня доставляет не больше удовольствия Быть, чем тебе меня встречать Зачем приперся, блять? Я пришел просить о милости Мы боялись, что вам плохо сделали Нельзя терять минуты, давайте Если он помнит, что мне нет и вернется, то... Хорошо, все спокойно Идите за мной Скорее Вот выход Остан... Давай, в тени здания оставайтесь И бегите, пока... Ладно? Я не уйду, пока не узнаю все о своем брате Нет, времени Вы должны выбраться отсюда Пожалуйста, дайте хоть какую-то зацепку У меня никого нет, кроме вас Я не могу Я хотела бы... Но вам нужно немедленно съебывать отсюда Но, слушайте, я вам позвоню Ладно? Я найду вас Стой Где вы меня найдете? Где? Отправляйтесь домой в Санта-Барбару Я отвечаю, что найду вас Пожалуйста, идите Давай Нет Круса хуевает Заебись, бля, Иден Уложил ее все-таки Кайфует, Иден, бля Снимает с него штаны Пиздец Охуеть Бля Он с нее снимает Она с него снимает одежду Бля Крус же голый Ебать Он с нее снимает Рубашку эту синюю Охуеть Голое плечо Иден Пиздец А, бля И охуеть Иден его сзади Пиздец Они уже голые Бля Охуеть Бля Ну идите в пещеру Там кайфовие Наверное А, бля Идем Логая Бля